Рукопашный бой На соревновании было предусмотрено 4 разных по размеру мата для спортсменов всех возрастов. Перед каждым сидели члены жюри и оценивали технику спортсменов. Президент Федерации рукопашного боя Московской области Владимир Манухин дал ценный совет участникам. Они уже победители, что выходят на ковер. Самое главное не бояться и вспомнить то, что им давал тренер, какие-то наставления на путьстве и работать в своем ключе. Самое главное не испугаться, но они уже чемпионы, что они на ковер просто вышли, уже достойно бить, уже победители всех. Несмотря на юный возраст были и те, кто уже не первый раз участвовал в подобных соревнованиях. Поэтому в спарринге показал себя сильным и уверенным бойцом. Дети остались в восторге от спортивного мероприятия. Я хочу победить очень сильно. И это не первое соревнование уже. Двенадцатое где-то. Я думаю, эти соревнования будут впечатляющими и классными. Потому что много народу, региона даже. И, ну, короче, все красиво тут. Как и любой другой вид спорта, рукопашный бой воспитывает силу духа, но в то же время является довольно травмоопасным. Главное быть стойким и соблюдать технику безопасности. Один из участников поделился тем, как он восстанавливается после боя. Лечимся, восстанавливаемся, отдыхаем в эти периоды, не тренируемся. Таким образом и восстанавливаемся. Соревнования по рукопашному бою будут и дальше проводить в Ленинском городском округе. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова